5 декабря Даугупил спростился с удивительной, любящей, любимой женщиной, почетным председателем Даугупилского совета общественных организаций ВАРА Виксна, обладателем высокой награды самоуправления за пожизненный вклад в развитие города, человеком с большой буквы Ларисой Владимировной Холостовой. Ей было 84, но свой возраст она как будто бы и не замечала. Жизнерадостная, невнодушная, сопереживающая чужому горю, эта женщина с активной жизненной позицией была не только примером для всех нас, но и генератором идей. Она ушла на взалете, отмечают сегодня ее близкие друзья-знакомые, которым пока еще сложно говорить о ней в прошедшем времени. Лариса Владимировна была высокой чистоты человек. Она всегда заботилась о людях. Ее основная цель была поднятие престижа пожилых людей в обществе, содружества поколений. Лариса Владимировна была редкой душей человек. Она была огромная общественница. Светлая память. Когда я пришла сюда работать и с ней встретилась, и по поводу этих мероприятий она сказала, что не надо обижаться, что мы делаем эти мероприятия, может, чаще, чем другие, но у нас каждый год это как юбилей. У нее очень много было искры Божьей. Она жила для других. Она жила для общества и для своих близких. И даже часто я ей говорила, Лариса Владимировна, так нельзя, вы слишком себя растрачиваете. Так, ну невозможно, нужно себе чуть-чуть оставить. Она махала рукой и говорила, голубушка, когда меня не будет, тогда уже будете вы сами. Понимаете, вот такой это была человек. Я ее видел в экскурсиях, веселую. Я ее видел на заседаниях, деловую. Но грустную ее не видел никогда. Ее можно было слушать. Она никогда не повышала голос ни на кого. Но она ласковыми словами сказала так, что это было лучше всякой угрозы. Самое любимое слово ее было – голубчик-то мой. Лариса Владимировна родилась 14 августа 1930 года в многодетной семье Ольги и Владимира Медведевых. Ее детство прошло под Даугупилсом в деревне Тарток. После войны она с красным дипломом закончила учительский институт и 20-летней девушке поступила на работу учителем в Лепскую основную школу, расположенную в Резыгненском районе. Вскоре она стала ее директором. В 1974 году Лариса Владимировна перешла на работу в Даугупилский районный совет. На протяжении 12 лет она являлась заместителем председателя исполкома, но связи с учебными заведениями никогда не прерывала. Педагогика стала делом всей ее жизни. Уйдя на заслуженный отдых, Лариса Владимировна не смирилась со статусом пенсионера и с головой погрузилась в общественную работу. Это по ее инициативе было создано Общество бывших работников госучреждений. Она также принимала активное участие в создании Совета общественных организаций Даугупилса в Аравиксне при Дневном центре по социальному уходу и реабилитации. В последнее время почти всю себя она посвящала реализации молодежного проекта «Почему мы любим Даугупилс». Она очень любила детей. И она видела в современных детках, что они добрые, они жизнерадостные, они вежливые, они добросовестные, честные, порядочные. И вот комплекс вот таких вот ее мыслей она хотела осуществить через проект «Почему мы любим наш город?» А любим город потому, что он хороший, в нем хорошие, замечательные люди. И вот эта связь поколения старшего с младшими и передача вот этих качеств, доброты, вежливости, ответственности, заботы – это все были мысли женщины, которой сегодня с нами нет. С ее легкой руки при Дневном центре также была открыта и Школа здоровья, филиал которой сегодня работает в Крыжах. Именно здесь Лариса Владимировна провела свое последнее занятие. На нем она рассказывала людям о том, как с помощью трав человек может побороть свой недуг. Когда кому-то было плохо, то всегда шли к Ларисе Владимировне, и она могла подсказать, какую травку, где ее взять. Она могла поделиться последним. Когда мы расставались с ней, я ее попросила, Лариса Владимировна, очень вас прошу, немножко отдохните, вам это необходимо. И говорю, я вас люблю. И она мне говорит, я вас тоже люблю, взаимно. И вот мы на этом расстались. И она уехала, и вот на следующий день ее не стало. Большинство из нас знали Ларису Владимировну как общественного деятеля. И только немногим дано было видеть ее в кругу своих близких и друзей. Она была прекрасной женой, мамой, бабушкой, прабабушкой, сестрой. Возможно, очень строгой, но очень любящей и внимательной по отношению к дорогим ей людям, рассказывает Евгения Борисовна. Она никого не забывала. Она всем готовила подарки, она всех приветствовала. Так же, как она всегда приветствовала и называла нас голубчики и голубушки. Это ласковые ее слова надолго останутся в нашей памяти. И мы всегда будем ее долго-долго помнить. Удивительное дело, Лариса Владимировна успела приготовить рождественские новогодние подарки своим близким. К сожалению, услышать от нее напутственные слова и пожелания уже не получится. И только воспоминания об этом человеке теперь заполнят эту пустоту. Лариса Владимировна была сильной женщиной. Как правило, она не обременяла своими проблемами других людей. И никогда не показывала, насколько порой ей было тяжело и больно. В такие минуты на помощь всегда приходила работа, без которой она себя не мыслила. Когда ничего не охота, не радует солнечность дня. Одно лишь лекарство – работа, всегда выручают меня. Уйдут несведенные счеты, людские измены, вранье. Останется святость работы и вечная верность ее. Не черной и белой работы. Есть цель у любой из работ. Мне нужно, чтобы виделись ясно. Работа моя не напрасна, не для себя, для людей. Жизненной волной меня не раз палубы смыла. Работой держусь на плаву. Работа – великая сила. Работаю – значит живу.